Доброе утро, сыночка. Я в кинотеатр делал. Какой кинотеатр? Телефон поставил, и типа вот, типа лавочки все дела. Да? О! И тут все сидели? В кинотеатре? Ну, только одну нашел. Могу, конечно, из этих сделать. Но не факт. Здорово. Это один должен это запускать. Угу. Все уже поехали в садик. Когда я? Ты к десяти часам, папа тебя отвезет. А сейчас сколько? Ну, сейчас где-то девять. Через полчасика я папе позвоню. Девять с чем-то, да? Угу. Ну, давай играй, я пошла работать, хорошо? Так, ну что мы делаем? Десять тридцать, даже без двадцати десять сорок. Вот я записала Антона Сергеевича по врачам в Денскую. К ортопеду записала на семнадцатого августа, а к неврологу на четырнадцатого августа. Это нам нужно пройти ортопеда, невролога и заключение педиатра и ЭКГ еще сделать для того, чтобы идти нам на танцы. Да, позвонила я, взяли нас на танцы. Ну, вообще, музыкальная школа считается как бы бесплатная у нас. Школа искусств сейчас это называется. И, ну, там танцы, вот эта вот группа более или менее профессиональная как-то там, не знаю, в общем, еще точно, но она будет за какую-то такую пятьсот рублей в месяц, по-моему. Ну, узнаем точно первого сентября. Вот. И нам надо будет медицинское заключение, но это только для хореографии. Здесь вот у них на сайте есть образец, его нужно распечатать, и чтобы врач его заполнил. Вот. И так что мы, и оно должно быть датировано до первого сентября обязательно. Не знаю почему, поэтому мы будем этим заниматься, чтобы как раз до первого сентября все было готово. А Гриша сейчас на репетиции. В 10 часов у него репетиция к Спасу. Он там будет ермошкой каким-то. В общем, русская народная такая постановка к яблочному Спасу в детском саду. А я буду готовить сейчас обед. Так, на обед у нас гречка, которая разогревается в мочеварке. Я ее на режим подогрев поставила. Вот она скоро подогреется. И здесь у меня куриные вот эти, знаете, предкрылья, как это, плечики. С томатиком, с перцем, морковкой, луком. В общем, обычная, как такое, подливка. Вот. Сейчас все это потушится. Григорий вот уже дома. Расскажи, как прошла репетиция. Тебе понравилось? Из всех, кого ты там знал, только Родион. Да. Даже мама там чья-то участвует, да? Понятно. Вот сейчас Григорий борщом перекусит. Мы будем сейчас обедать. Гречка, которая подогревалась в мультиварке. И мясо с подливкой. Все. Компот уже открыли вчера. Яблочный закатанный, потому что все кастрюли большие заняты. И салатик. Так. Степаша еще принес. Одно извещение на почту. Что-то из Китая пришло, так что надо будет идти. Так. Пришел нам налог на имущество земельное. В общем, имущественное. Два налога здесь в одной квитанции. Что еще? На оплату электроэнергии. Еще на детские сады. Пиржуи. Квитанция. И еще извещение на почту. Надо сходить китайцы. От Китая что-то пришло. И здесь у нас салат. Григорий и бабушка с девушкой купили, чтобы он посадил на осень нам салат. Лолороса красный. И вот такой вот зелененький. Тоже из Лолы. Только бьендо какой-то. Так что мы теперь будем салатом. Григорию сейчас надо будет приготовить место. Там все выпалоть. Чтобы сажать салатик. А я сварила компот, потому что Степа меня, представляете, пристыгил. Приехал и говорит, у вас что, нет компота? Я говорю, нет. Он говорит, ну, я даже сварила компот. Я, блин. Мне даже стало как-то стыдно, что мы не сварили компот. И поэтому сейчас остужаем наш компот. Что там в басне Крылова, Григорий? Эм, я сейчас грушу побью. Ты давай басни Крылова выноси читать. Будем. Давай, пошли басни Крылова. Неси книжку. Будем сейчас читать, давай. Рассказывай. Ты с садика? Сегодня долго, да? Ужинали даже, наверное, в садике, да? Мам. Мам. Я хочу, чтобы меня когда-то Вика видела из садика забрала. А почему? Я хочу, чтобы вы потом меня забрали. Да? Ну, мы договоримся с Викиной мамой, хорошо? Да. Пошли тебе в кармане. Носки. А-а-а. Я же на рукоход залазил. Ну и как получилось? Ну, ладно. Афончик тоже приехал из садика. Как дела? Ой, держи зефирку, а то сейчас упадет. Клади ее на стол. Мам. Давай, сюда. Мам, завтра ты договоришься. Ну, я позвоню. Да. А что тебе они вечером? Ну, рассказывай, сыночек, как там в детском садике? А вечером. Гриша приходил на репетицию? Да. А-а-а. Ты что, Гришу не видел? Мам, почему Гриша мне не зашел? А я не знаю. Мне не заходил. С Родионом. С Родионом? Ты их видел? Да, с Родионом. Родионом же тоже с Гришей. Ну, да. Афоня, ну ты сегодня хоть не плакал? У меня что-то красное лицо было. У Афони? Да. Почему? Не знаю. Наверное, плакал. Плакал? Я не знаю. Афоня, ты плакал или нет? У меня сегодня синий одушил. Почему? С Родионом. Играли? Пошли. Пошли, папочка. Пошли, тебе покушаем, дети. Потом мама еще довяжет. 24 пучка мне надо навязать, чтобы было сколько? Что тут за мужчины собрались? Что за мужской клуб? Антошик, давай переодеваться и давайте ужинать хорошо. Зови тоже в Бигоре. Папа доедает гречку с мясом. Я борщ. Гришка тоже борщ. А Фоня ничего не хочет. Антоха просто мясо будет. В общем, кто что выбрал. Афоня, ты может что-нибудь будешь? Компот со своей зефиркой будешь? Да. Да? Сашуня. Давай ручку, Саша. Давай. Давай ручку. Вот так, молодец. Я думаю, что это легко. Ты подтягиваешься, Григорий? Мы сначала захотели с Григорий Лепс у нас. А, Григорий Лепс? Нет. Кто сказал? Ты ж его любишь. Потому что его зовут Гриша. Ну давай, Котя, как ты подтягиваешься? А я люблю певицу Нюшу. Да? Она прикольная. А еще Сергей Лазарев. А Нюша любит Сергея Лазарева. Нет. Нет. Это просто там была... Просто Нюша была с Егором Кридом. А потом... Потому что у них... У него была... Даша... Мы тут не на истории рассказывали. Это песня, да, у них была или что-то? Да нет. Это просто... Это было раньше просто. Они были вместе. А потом, когда папа это о ее Нюше узнал, тогда не хотел, чтобы этого было. Поэтому она теперь поет и поет. Понятно. Раз. Два. Руки не выпрямляешь. Три. Ой, ну это сложно. Да я знаю, Котик. Хочешь попробовать? Нет. Мама зарослая. Я тут буду как сосиска висеть. Шевелится как этот, как угорь. Да. Мама зарослая. Чего ты тут раскричался? Мама... Ну давайте, я пошла в палисадник, Гриш. Хочу. 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 Сынок, кто там уехал? Что? Дедушка далеко уехал? Так ты с ним выезжал, что ли? Да. Молодец. Давай закрывать ворота. Ты через калитку будешь? Да. Да. Ну сейчас, подожди тогда я эту воротинку тоже закрою. Сама пойду в палисадник. Продолжать. Сейчас, сыночек. Все, открывай. Ку-ку. Давай закрывай, чтобы не Саша не мог выйти, да? Чтобы играл хорошо. Все. Мама. Да, мама будет в палисаднике рвать трах. Мама. Мама. Цветочки? Мама. Это мне? Да. Спасибо. Ой, как прекрасно пахнет петунья. Вообще обалденно пахнет. Мама. Мама пахнет. Пахнет? На, понюхай мой. Аааа. Угу. Вот как надо дизайном заниматься. Да. Ландшафтным. Мы берем, не ласаживаем это. Аккуратненько. И нету ничего. Мама. Мама. А ты знаешь, что ты сам из тебя сложил? Не знаю. Так, дети теперь вывезут эту травку на Тачечка, да? Я тут уже так почистила после косилки. Мама. Я тут начала просто тяпкой все вычищать. Сижу у нее, говорит, давай я косилкой вычищу. И так, чтобы быстренько все получилось. Сейчас стала траву вывести. Сейчас если быстро это все сделаем, то может это еще успеем посадить. Да нет, вы темнеет, зайчик. Ну давайте вывозить, сейчас я водички попью. А что, этот мальчик заснул уже? Мама. Сейчас мы пойдем перекладываем. Малышка. Малышка. Ой, у меня тут что-то на камере. Что вы там смотрите? Ниндзя. 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 Григорий тут на ночь, как ты Крылова читает. Сам посудить. Так, я иду сейчас смонтировать видео. Сегодня с Григорием басни Крылова весь, я не знаю, вечер читали. Пока вязали. Пока вязали. Потому что они ему очень сложно отдаются. Потому что там есть такие словечки, которые трудные для понимания. Вот. Поэтому, в общем, мы тут с ним разбирали каждую басню. В общем, все. Сейчас буду монтировать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok